МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, действительно, поправки как в любительское рыболовство, так и в промышленное рыболовство. В соответствии с правилом рыболовства для северного рыбохозяйственного бассейна запрещается и любительское и спортивное рыболовство в водных объектах рыбохозяйственного значения, расположенных на территории Нениска автономного округа с 1 июля по 10 октября, за исключением вылова частиковых пород, заливах и курьих реки Печора. И, соответственно, запрещается вылов и добыча биоресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения, расположенных на территории Нениска автономного округа, в речной системе реки Печора с 15 июля по 15 октября. Это мы говорим сейчас про промышленное рыболовство, за исключением водных биоресурсов на рыбопромысловых участках, предоставленных для промышленного рыболовства. Вылов добычи ряпушка с использованием в холодных сетей, в речи от 18 до 22 миллиметров. И добыча в курьих реки Печора с закидными неводами не более 150 миллиметров с 15 июля по 31 августа. Это будет запрещено. Насколько сильно ужесточились правила? Я вам хочу сказать, что правила это не сильно, чтобы они ужесточились. Для людей, конечно, это тяжеловато будет испытанием, потому что были разные, как бы так сказать, лазейки, которые в том году можно было обходить. Для КМНС предоставлялись разрешения плавать плавными сетями на протяжении всей реки Печора. Там можно было ловить так называемых щук, щукарей их называли. Попадалась всегда там сёмга. То есть вход нереста сёмги очень большое количество вылавливалось. Теперь этой лазейки нету, поэтому будет полегче работать. А последовала какая-то реакция уже рыболовов, промышленников? Последовала реакция КМНС, коренных малочисленных народов севера. Реакция, я так скажу, была жёсткая в плане того, что была проведена с ними встреча, на которой присутствовали как раз малочисленные народы севера, с общин. Ну, у них какая проблема? У них проблема в том, что им можно ловить рыбу в различных количествах. То есть это вообще не проблема. Проблема в другом, что она только для внутреннего потребления. А им бы хотелось продавать излишки этого. Ну, вот предложение наше было такое. Продавать излишки вы можете в том случае, если вы зарегистрируетесь как индивидуальный предприниматель. То есть все, в принципе, ограничения тогда с продажи снимаются. То есть в рамках, это в принципе первая реакция, такая, поэтому ничего тут страшного нет. То есть мы ведь не ведём к уничтожению, к полному запрету вылова там рыбы на территории Ненинского автономного округа. Этого ни в коем случае допускать нельзя. Просто мы хотим это всё в рамках закона сделать. То есть регистрируются как индивидуальные предприниматели, пишут заявку в Северное бассейновое управление. Им оттуда приходит разрешение, что они могут ловить всё. Они законными методами могут добывать и продавать. Потому что получать из этого прибыль – это нормально. То есть это всё в пределах как бы человеческих возможностей. То есть в принципе сильно в правах они не ущемлены, просто эти изменения и поправки направлены на то, чтобы… Сохранить популяцию атлантического лосося, то есть семги. То есть не понимаем мы, до конца наука нам даже сказать не может, сколько её осталось, сколько её можно ловить. Но придержимся той правилы, как и раньше было, что всё-таки пусть она проходит. Есть квоты на любительское рыболовство. На территории реки Печёра есть два участка, где можно покупать, будут лицензии, спокойно приезжать и по путёвкам ловить семгу. То есть этого никто не отбирал. То есть приехал, купил, поймал. То есть проблем вообще нет. Если я сейчас скажу неправильную вещь, поправьте меня. Есть ли такие территории для КМНС, на которых можно ловить без путёвок? Озёра, реки? Да, то есть внутренние водоёмы, то есть озёра, пожалуйста, никто не запрещает ловить и так далее. Опять же я говорю для внутреннего потребления. Вот в ходе бесед с коренными молочистыми народами Севера была затронута ещё одна проблема, где ловить. То есть озёра, вот там далеко, там они не расположены. У нас вот есть пример таких озёр, как вот они называются, Вашуткинский. Там у нас сейчас проканели, так сказать, жители республики Коми. То есть мы предлагаем вот нашим жителям включиться вот в освоение этих озёр. То есть не проблема. Почему-то Коми-республике выгодно туда ездить и ловить там рыбу, но нашим вот почему-то не выгодно. То есть вот пересмотреть вот такие вот... Да, действительно, может, тяжело, но это, то есть далековато, но... А насколько далеко это? Ну, это находятся, эти Вашуткинные озёра находятся на востоке, где-то вот район Харута, вот и вот... Ну, это я не скажу, что это граница с Коми, я не скажу, что это далеко, но, по крайней мере, те посёлки, которые рядом находятся вот с этими озёрами, это Уськара, Харута. То есть главы могли бы помочь нам в этом поселении, помочь нам в этом вопросе и создавать там бригады, я не знаю, ну вот можно же облавливать эти озёр. Словят там местные жители, то есть, все коренные малочисленные народы севера присутствуют в этих посёлках. Пожалуйста, занимайтесь, не вопрос, ведь никто препонов в этом не ставит, мы, наоборот, поможем. Мы поможем в том, чтобы с браконьерством там, с гражданами республики Коми бороться. Вы осваиваете территорию, ловите рыбу. То есть они ведь её куда-то продают, тем более там рядом и логистика, и дороги, и всё есть присутствие. Надо захотеть. То есть речь о том, чтобы делать это законно, продавать законно, регистрироваться. Всё, да, чтобы, ну, раньше, я помню, времена были, когда только-только путёвки на лов сёмги начали выдавать. То есть говорили, что мы всю жизнь ловили, то есть никаких проблем и не будем. Но сейчас берут, очереди стоят, и всё вошло. То есть это нужно, чтобы какое-то время прошло, и будет всё нормально. А вот вы уже упомянули о том, что для личных целей, вот и для продаж, как будет отслеживаться? В личных целях они употребляют рыбу или продают её куда-то на столе? Ну, тут никак не отследить, понимаете? Здесь есть некоторые хозяйства, которые занимаются этим. Так они выставляют на продажу, иногда видно ведь, то есть выставляют на продажу уловка, которые потребить не могут для этого. То есть есть свои у нас эти специальные методы. То есть всё вокруг маленький, всё понятно, где рыба. Бывает, на самом деле. А, кстати, как решается проблема, которую они очень часто и много говорят о том, что используют представителей КМНС, берут их с собой на рыбалку и прикрываются их статусом? Ну, я вам сразу хочу сказать, что не все, ну, очень большой, как называют, очень большой процент в том году был случаев того, что всё-таки брали на рыбалку представители монастычных народов Севера, да, прикрывались. Ну, теперь вопрос у нас решён, то есть теперь нам на реке Печора ловить нельзя, вот. Поэтому и надобность в таких людях отпадёт. А на озёра, я думаю, что там сами не пойдут. Понимаете, ведь когда встреча у нас проходила с этими общинами, с современными монастычными народами Севера, их больше-то интересует речная система, вот в данный момент, то есть река Печора, именно вот когда идёт нерест Сёмги. То есть я ещё раз повторюсь, мы говорили с ними и про озёра, и тундровые, и так далее, но вот их как бы это не очень заявлено. У них, понимаете, у них очень большие цифры заявлены на вылов, а вылавливается маленькая толика. Вот там того, что они могут, ну, то есть что у них прописано в разрешениях. А как в связи с новыми правилами изменится вот Ваша полномочия, полномочия Центра? Нет, наши полномочия прописаны в уставе нашего казённого учреждения, вот сейчас новый устав в редакции. То есть у нас, естественно, все особо охраняемые природные территории, на которых мы сами составляем, сотрудники составляют протокола, административные решения выносят, мы по административным решениям мы выносим сами, то есть это штрафы и так далее. Сейчас нам передали полномочия по госконтролю в сфере животного мира, то есть на всей территории Невецкого округа наши сотрудники будут участвовать в охране по охоте, то есть весенняя охота, лось и так далее, и тому подобное. А то, что не является особо охраняемой природной территорией, ну, когда наши сотрудники выезжают на особо охраняемую природную территорию, то есть следуя к своему месту работ, если по пути следования видим нарушения, то есть мы также составляем акты, протоколы, то есть просто передаем их по последственности в территорию управления, то есть из Северного бассейна в полицию, если там это с рыбой. Вот, то есть полномочий и в недропользовании, лесопользовании у нас предостаточно. Я думаю, что все полномочия мы нашего казенного учреждения выложим где-то, наверное, на сайт Департамента природных ресурсов, чтобы жители могли ознакомиться с тем, что наше учреждение может, то есть лишних вопросов, чтобы не задавать. А сколько, кстати, у вас сотрудников и хватает ли вам сил и средств, чтобы осуществлять такую деятельность? Сотрудников, естественно, не хватает, но мы пока справляемся. Вот, подбор кадров еще очень жестокий у нас такое происходит. Вот, не все, как бы, не все могут себе, придя на работу, вот, позволить поучаствовать в этих мероприятиях кому-то тяжело, то есть постоянные командировки, рейды. Вот, кто-то там отказывается, уходит. Были случаи, что вот сотрудник у нас ушел. Вот, средства. В этом плане губернатор, ну, администрация губернатора очень здорово помогает нам в этом плане. То есть материально-техническое обеспечение, ну, комплектованное, здорово вообще. Вот, и вообще, понимаете, задача вот охраны, вот, в том, вот, водных биоресурсов, это вообще-то должна быть все-таки какая-то политическая воля. То есть если вот поста, то есть руководство округа заинтересовано в этом, не в том, еще раз повторю, не в том, чтобы наказать, да, вот, всех поголовно наказывать, а привести в соответствие с законом те же КМНС. То есть мы им не запрещаем ловить, но только давайте честно мыть, если вы хотите ловить семгу, ну, этого не будет, да, то есть, а если вы для прокорма, это одна, да, то есть один эпизод. А если вы хотите ловить и продавать, ну, вот, нам губернатор поручил, он говорит, ребят, вы можете решить вот этот вопрос? Естественно, это можно. Это можно и нужно решать, то есть это ведь не проблема. Сейчас захотеть вот той стороне, с которой мы вот общаемся, да, то есть захотеть самим вот это все сделать. Поэтому в этом плане у нас все нормально, вот, сил и средств, сил пока хватает, объемы, объемы, конечно, территории сейчас очень большие, у нас сейчас вот два, две территории, особо охраняемые природные территории, сейчас будут вновь создаваться, это Паханчевский, Паханчевский особо охраняемые природные территории заказники и Северный Тиман, где будут объединять все нерестовые реки Нянинского округа, вот на Северном Тимане. Вот там у нас сотрудник, для этой территории сотрудник у нас уже готовится, с 1 апреля он принят на работу, житель не города, а там местный, оттуда. Вот сейчас новая единица у нас вводится, вот именно вот для охраны вот этого Северного Тиман природного заказника. А насколько вообще критично вы оцениваете браконьерскую деятельность? Насколько широко? Понимаете, она, как вам объяснить, вот дали разгуляться, то есть в свое время дали просто это постоянно нужно следить, то есть тут как ГАИ на дорогах, вот их не стало, например, там не будет, ну вот, соответственно, ДТП там, здесь то же самое, здесь нужно постоянно, то есть зимой и летом это войдет, я вот вас уверяю, у меня был опыт уже работы, это войдет в свое русло, то есть, естественно, сейчас, когда люди ловили, когда хотели, где хотели, это нужно перебороть вот это вот сознание, что нужно все-таки по закону, по закону это индивидуальный предприниматель. Много у меня знакомых, которые действительно вот сейчас с этим согласились, пойдут устроиться, то есть будут платить налоги и будет все нормально. Но нужен определенный этап. Вот мы этот этап, я думаю, пересилим и будет. Я не скажу, что браконьерство искоренить удастся, его никогда не удастся искоренить, но в рамки вот дозволенного нужно поставить. Что иначе у нас с водными ресурсами, особенно вот в Красной книге, как Нельма, Семга, будут проблемы. Хорошо, ну вот законное русло можно привезти вот рыболовство местных жителей, а вот те, кто приезжают из других регионов браконьерить в наш регион, как с ними? Ну, это ведь, опять же, я вам говорю, сюда прилетают, ведь не ловить не на реку Печора там сетями, а вот именно на Нерестовые реки летят. Ну вот так мы для этого и создаем. Во-первых, нужно условия не создавать для этой поездки. То есть, как нужно сделать? Во-первых, это статус территории, статус нужно привезти, вот как особо охраняемая прорывная территория. То есть, Нерестовые реки на Кане, на Тимане, вот чем мы сейчас занимаемся. Значит, потом туда необходимо сотрудника, никогда этого и не было. То есть, сделать ему условия для работы, ну, в принципе-то и всё, больше-то ничего не надо. Там территория такая, что каждый вертолёт отслеживается, когда прилетел, куда прилетел. Вот, понимаете, эта работа-то ведь она, если её выполнять правильно, грамотно, то есть, она не такая вот, скажем, что и сложная. То есть, сколько вертолётов у нас может там прилететь? Всё узнаётся, всё делается. Местные жители помогают, понимаете? Вот у нас сейчас в Индиге состоялся разговор с человеком. У нас в том году там очень серьёзные рейды были. Он говорит, не все вот говорят, что вот это вот нельзя. Говорит, спасибо, зашла Сёмга. Давненько, говорит, не было такого. Ну, Сёмга зашла. В сети раз сняли, два, три. То есть, это всё нормальный процесс, естественно. Кстати, вот, сказали, местные жители помогают, сообщают. 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 Вот, то есть, не всем, не всем по нраву, что питаются, то есть, продают, то есть, не зарегистрированы. Это же налоги, кстати, забирают, а налоги-то у вас, с нами. То есть, он же получает от этого прибыль. А иногда и сверхприбыль. Сколько стоит сейчас килограмм сёмги, да, все прекрасно понимают, знают. Вот. Поэтому жители местные очень, с деревенью очень хорошо нам помогают. Ну, вот, в плане вот браконьерства. Вот вы уже упомянули о том, что ваши многие знакомые же понимают, что нужно привести в соответствие с законом эту деятельность. Но вот всё-таки, как быть вот с коренными малочисленными народами? Ну, я ещё раз говорю, нетрудно ведь оформить там индивидуального предпринимателя. Вы поймите, если человек хочет ловить для себя, то ему никто не запрещает. Ну, понимаете? Ну, он же хочет продавать. Ну, вот, хоть бы какой национальности человек ни был, у нас есть закон, как ты будешь продавать без разрешения. То есть, ну, здесь, потому что рыба – это такой же продукт. Ну, то есть, он подлежит учёту и так далее. То есть, ты захотел продавать, то есть, ты уже не для себя. Тем более, большинство, большинство у нас, вот, КМНС, которых я знаю, они зарегистрированы в городе Наринмаре. Понимаете? Те жители тундры, которые идут по побережью везде, идут со стыдами, им даются так, как, вот, как говорим, да? Они ведь не подходят к реке Печёра. Они вот половили рыбу там в озёрах и всё. Понимаете? Им не нужна река Печёра для прокорма. По реке здесь не ходят. А вот людям-то нужны вот именно река Печёра для… Ну, если ты собрался продавать, значит, ты должен заплатить налог. Конечно. Это, ну, вот, КМНС, не КМНС, без разницы. А если ты не хочешь продавать, а хочешь ловить для себя, пожалуйста, тебе никто не запрещает. Вот и всё. А, кстати, вот, никогда не обсуждался вот такой вопрос, может быть, когда губернатор ставил вам такую задачу, какой экономический эффект ожидается вот от этой деятельности, от постановки? Ну, понимаете, экономический эффект, я вот сейчас трудно, вот, мне сейчас его почитать трудно. Ну, трудно, не знаю, ну, вот, понимаете, эффект того, что один устроился, другой взял себе на работу кого-то, ну, надо вовлекать народ у нас в работу, понимаете? То есть это дополнительные рабочие места? Ну, конечно, дополнительные рабочие места. То есть это же, понимаете, кому-то, кто-то не захочет, например, куда-то уезжать, да, кому-то работу предложили, это не надо, а здесь-то ведь, это ведь многие для своего удовольствия, то есть если человек не связан с трекой, ему там очень будет комфортно, он понимает эту работу, он знает, с удовольствием ее будет делать. Ну, почему нет-то? Ты оформил грамотно, все сделал, вот тебе потребление, вот тебе продажа, ну, все здесь река рядом. Кажется, все есть у нашего региона для того, чтобы на широкую ногу поставить такую деятельность, но почему-то этого не было. Ну, я не знаю, почему вот сейчас, понимаете, только-только год всего у нас казенному учреждению, вот, как называют, пытаемся, понимаете, пытаемся и проводим беседы и так далее. Работа же ведется, сразу это не получится, но я вам уверяю вас, что, понимаете, когда едешь в лодке и дрожишь за тот улов, который у тебя лежит, вот, поверьте мне, это морально очень тяжело. Или когда у тебя есть разрешение, спокойно ты везешь. То есть придут к этому, вот, уверяю вас, придут. Игорь Александрович, в прошлом году было много изъято браконьерских сетей на Голодной Губе. В этом году вылов там запрещен, вот как это будет контролироваться? Ну, вылов, да, будет ограничен, вылов будет ограничен, потому что, опять же, сейчас вам расскажу, почему он ограничен будет. Значит, там есть индивидуальный предприниматель, которому дано было разрешение на лов вот в Голодной Губе, озеро Голодная Губа, это особо охраняемая природная территория. Вот эти вот ИПшники, индивидуальные предприниматели ведут промысловые журналы. И когда вот эти товарищи сдают промысловые журналы, у них почему-то везде в графе стоит 0, 0, 0, 0, 0. То есть, а вот эти вот все отчеты, все отчеты потом идут в науку. И вот когда наука открывает и говорит, «Ребят, ну какого мы там даём разрешения, если там рыбы нет?» Отчасти виноваты сами индивидуальные предприниматели, когда утаивают тот факт, сколько рыбы выловлено, серой, белой и так далее. Утаили факт, наука, сейчас мы можем хоть что говорить, наука посмотрела и приняла решение закрыть озеро Голодная Губа для ловли. Может, у нас там на следующий год будут кое-какие работы по мелиорации. Голодной Губе просто нужно, озеру нужно восстановиться. То есть, ну вот, видите, и сами же, и пышники себя загоняют в угол. А сколько времени нужно для восстановления? Я не знаю, это нужно, понимаете, это вот наука нам даст весь чёткий ответ. То есть, я вот помню ещё в детстве маленький, там раньше гослов был, то есть там рыбы очень много ловилось. Вот. Но вот, к сожалению, сейчас она и зарастает, мелкая становится сама губа. Озеро кормовое очень хорошее, кормило очень много народа. Вот теперь вот, к сожалению, вот такая вот ситуация у нас там возникла. И вот, и даже вот по этому вопросу, я ещё раз говорю, виноваты не только вот там рыбы и так далее, а вот и пышники тоже самые, сами виноваты. То есть достоверных данных нету, вот и получается у нас проблема такая. А что-то вот из последних рейдов, из ваших, какие-то интересные примеры есть? Ну, у нас рейд, у нас каждый рейд всегда интересен, ну, то есть насыщен. Я не знаю, вот последний рейд у нас был 23 марта. Такой случай, да, вот, кстати, 23 марта мы, ну, косённое учреждение вместе с сотрудниками Федеральной програничной службы осуществляли рейд на территории Печорской губы. Вот, и в районе мыса Болванский заметили, заметили снегоход с санями. Вот, мы его заметили, гражданин на этом снегоходе тоже остановился. Стояли так, посмотрели, начали в его сторону двигаться, смотрим, он тоже там засуетился, отцепил волокуши эти и поехал в противоположную сторону. Сотрудники тут вот нашей Федеральной пограничной службы догнали его, сказали, вот вы сани потеряли. Мы сани потеряли. Он говорит, какие нет, не было саней. Вот, подъехали к саням, попросили его там открыть, вот он открыл. А там находилось 18 экземпляров рыбы Нельма, краснокнижной. Вот сейчас материалы все собраны, отправлены в полицию, в МВД Панаву. Насколько тянет такой улов? Очень много, поэтому, ну, это сейчас доследственные действия ведутся. Вот, будем смотреть, что там получится. То есть, как бы, житель города Наринмар это был. Ну, вот это последний вот такой вот эпизод с санями. В этом году планируется увеличить количество рейдов? Запланировано уже все, то есть мы уже вовсю готовимся. У нас, я вот еще раз вам говорю, что у нас учреждению отдали полномочия по охоте, охотнадзору. Вот, поэтому у нас скоро пора уже настанет сначала охота, а потом у нас операция Путина. То есть со всеми контролирующими и заинтересованными органами у нас уже составлены планы совместных мероприятий. Будем выставлять посты, то есть готовим катера. То есть мы уже в этом плане готовы к лету. А сколько будет постов? Это я вам сейчас сказать не могу. Да и не буду, наверное. Секретная информация. Да, но они, уверяю вас, будут больше, чем в том году. Спасибо большое, Игорь Александрович, за интересную беседу. Это было актуальное интервью. Увидимся. Продолжение следует...